Здравствуйте, друзья! Сегодня, как я вам обещала на прошлой неделе, мы поговорим о романтическом этикете. Какие-то нормы поведения на свидании в наши дни, конечно, изменились, однако основополагающие принципы хорошего тона остались прежними. Те правила приличия, которые вам, возможно, старались привить многим нынешним взрослым, еще в школе не утратили своей актуальности и поныне. Вы их, безусловно, знаете, но, как принято говорить, повторение мать учения. Будет неплохо освежить в памяти, как учтиво и любезно вести себя с человеком, который назначил вам свидание или которого пригласили вы сами. Будьте пунктуальны. Да, как ни странно, и девушек это тоже касается. Обязательно приходите в назначенное время. Пятиминутное опоздание вполне приемлемо, однако, если вы задерживаетесь дольше, непременно позвоните и предупредите человека, который вас ждет. Вы должны сказать, сколько времени ему или ей еще придется провести в томительном ожидании. Если вы договорились, что перед встречей за вами заедут, будьте готовы к указанному сроку. Вы, нуждая вашего спутника, ждать полчаса, пока вы оденетесь и приведете себя в порядок, вы даете ему понять, что цените свое время гораздо больше, чем его. Если встреча назначена где-то вне дома, а вы явно задержались и явно не успеваете подъехать вовремя, обязательно позвоните и сообщите об этом. Постарайтесь ответственно и серьезно подойти к данному вопросу и будьте пунктуальными. Не следует забывать о точности даже тогда, когда свидания станут привычными или отношения между вами и вашим новым знакомым перерастут в нечто более серьезное. Правило для мужчин. Если вы договорились заехать за спутницей, то подъезжайте прямо ко входу. Ваша карета должна быть к услугам вашей дамы, как только она сойдет со своего крыльца. Конечно, трудности с парковкой в крупных городах делают свое дело, но вы должны выбрать самый близкий вариант из возможных. Если вы все-таки останавливаетесь в отдалении, не сигнальте гудком и не звоните по мобильному телефону, чтобы известить о своем прибытии. Вам необходимо выйти из машины и даму встретить. Вариант со звонком допустим только в случае, если вы о нем договаривались заранее. Если вы встречаетесь на работе, известите знакомого или знакомую, что вы уже пришли и терпеливо ждите, по возможности незаметно, пока она или он освободится. Если свидание состоится по вашей инициативе и назначено в общественном месте, советую прийти первым на несколько минут раньше, чтобы встретить вашего знакомого. Всегда уточняйте планы. На первом свидании обсуждение предстоящих действий может послужить хорошим поводом, чтобы завязать беседу. Даже если это не первая по счету встреча, то вы проявите уважение к спутнику, если обговорите любые изменения в ранее намеченных планах. Предположим, вы пригласили знакомую в итальянский ресторан, но в последний момент передумали и решили угостить ее тайской кухней. Не исключено, что ваша спутница не станет возражать или вы найдете приемлемый для обоих компромисс. Соблюдение обеими сторонами правил хорошего тона способно сделать даже не очень удачное свидание более приятным и непринужденным. Будет правильным, если одна из сторон возьмет на себя ответственность за разрешение проблем и забот, если таковые возникнут. Это всегда приглашающая сторона и, пока еще, слава богу, чаще всего это мужчина. Пригласившая сторона обычно берет на себя ответственность за решение транспортных проблем. Если за рулем именно вы, позаботьтесь об опрятном внешнем виде вашего автомобиля. Особого внимания заслуживает, конечно же, и чистота в салоне. Даже если он чуть меньше в размерах и проще в оформлении, чем тот, который у вас сейчас на экранах, ну что ж, не беда. Ну и, конечно, не обсуждается, что вы должны проверить техническую исправность и наличие бензина, чтобы не омрачать романтику свидания заездом на заправку. Если вы собираетесь взять такси, у вас под рукой должны быть несколько телефонных номеров надежных транспортных компаний, чтобы не возникало досадных задержек. Правила этикета действуют и в эконом-варианте. Решив воспользоваться общественным транспортом, постарайтесь заранее быть в курсе расписания движения, чтобы ваше свидание не закончилось двухчасовым пребыванием в зале ожидания. Также убедитесь, что у вас есть необходимые жетоны, билеты, магнитные карточки, и не заставляйте свою даму стоять с вами в длинной очереди, чтобы купить билетик. Это может быть романтично только в первый раз, если вы студенты, и то в качестве исключения. Обычно на первом и даже на втором свидании люди испытывают определенную неловкость и не знают, о чем говорить. Лучше ограничиваться легкой, непринужденной беседой до тех пор, пока вы не познакомитесь ближе. И не следует думать, что вы непременно должны быть искусным оратором или избегать тривиальных тем. Нет ничего плохого в том, чтобы немного поговорить дату уже погоди, которая, кстати, в наши дни может служить увлекательной темой для разговора. Чтобы завязать беседу, можно поинтересоваться, кем работает ваш визави или чем заполняет свободное время, есть ли у него хобби. Существует заблуждение, что самое главное – это остроумие и эрудиция. Дескать, обладание этими свойствами великолепно. Это так. Однако не менее ценное качество для успешной светской беседы – это умение внимательно слушать. Старайтесь сосредоточиться не на том, что хотите сказать сами, не на содержании вашей ответной реплики, а на том, что говорит ваш новый знакомый. Чутко прислушиваясь к словам собеседника, можно понять, что его интересует и какая новая тема позволит сделать разговор более оживленным и увлекательным. Ну, например, в ответ на ваше замечание по поводу ненастной погоды, вы можете услышать, что ему или ей пришлось отменить несколько поездок за город или кемпинг из-за дождя или снегопада. Таким образом, вы, конечно, поймете, что ваш визави предпочитает проводить свободное время на природе. Постарайтесь поддержать разговор. Оживленная беседа напоминает теннисную партию. Чтобы она не прекратилась, каждый из игроков должен активно бить по мячу. К сожалению, не всегда приемлема рекомендация, которую часто дают в таких случаях – быть самим собой. Ведь для многих людей вести себя естественно – это значит целиком захватывать инициативу в разговоре, или наоборот – сидеть молча, не проронив ни слова. Есть ряд тем, которых рекомендуется избегать, хотя бы при первом свидании. Тема первая – финансовое положение. Совершенно неуместно спрашивать о доходах вашего знакомого. Бестактным бахлавством будет выглядеть и рассказ о собственном финансовом благополучии, особенно с целью произвести впечатление на собеседника. Тема номер два – предыдущие романы. Обсуждать достоинства или недостатки своей предыдущей пассии неуместно и неприятно для собеседника. У него может сложиться впечатление, что его все время сравнивают с предшественником или предшественницей. Тема номер три – сплетни и слухи. Одно дело – обсуждать последние чудачества поп-звезды, и совсем другое – судачить об общих знакомых или злословить в их адрес. Человек, который слишком часто жалуется на коллег или начальство, рискует прослыть нытиком. Четвертая тема – политика и религия. Эти темы не относятся к числу запретных, однако к их обсуждению рекомендуется приступать постепенно. Первое свидание – это не лучшее время, чтобы вербовать политических сторонников, агитировать за какую-либо политическую партию, обращать в истинную веру или читать проповеди. Следующим немаловажным пунктом программы является трапеза. Ведь в большинстве случаев свидание приурочивают к обеду или к ужину. Независимо от того, идет ли речь об изысканном ужине в дорогом ресторане или о легкой закуске в небольшом непритязательном кафе, хорошие манеры и умение вести себя за столом всегда произведут благоприятные впечатления. При встрече в ресторане обычно каждый сам делает заказ. Однако, если вас пригласили туда, где вы раньше никогда не были, и вы не знаете меню, особенности кухни, то советую осведомиться у вашего спутника или у метрдотеля. Пусть они порекомендуют вам, что выбрать. Заказывая блюда в дорогом ресторане, выбирайте средние по цене. Это не будет иметь значения, если пригласивший вас человек сам сделает заказ. Если вы договорились платить каждый за себя, то выбирайте блюда, которые вам по вкусу или посредством. Если вам хочется вина, не следует делать вид, что вы большой знаток, если на самом деле вы не очень хорошо разбираетесь в винах. Вам всегда поможет либо сомелье, либо ваш официант, который порекомендует, какие вина больше всего подходят к заказанным блюдам и приемлемы для вашего бюджета. Если у кого-то из присутствующих есть аллергия на определенные продукты, или ему противопоказана острая, соленая, либо иная пища по медицинским показаниям. Если ему не нравится какая-то национальная кухня, обо всем этом нужно сказать откровенно. Принимая приглашение на ужин или обед, вегетарианец, либо верующий человек, который ограничен в выборе блюд религиозными убеждениями и обрядами, должен заблаговременно предупредить об этом своего спутника. При этом ни одна сторона не должна допускать негативные высказывания или критические замечания по отношению к другому человеку в связи с его кулинарными вкусами или предпочтениями. Если вы назначаете свидание и предлагаете провести с вами время вне дома, вы должны позаботиться, чтобы ваша знакомая благополучно вернулась к себе после встречи. Самый лучший способ – проводить даму до самых дверей. В наше время люди иногда просто прощаются, и каждый едет в свою сторону. Однако и в этом случае вежливый человек удостоверится, что его знакомая села в такси или в общественный транспорт, предварительно вместе с ней, дождавшись его. Вполне разумно с вашей стороны проявить участие и позвонить вашей знакомой позже, чтобы удостовериться, что она благополучно добралась домой. О таком звонке лучше заранее предупредить или же попросить знакомую самой сообщить вам по телефону, когда она приедет домой. Не беспокойтесь, что ваше поведение будет несколько напоминать строгий родительский контроль. Но только представьте себе, вдруг что-то случится, произойдет несчастье, а вы будете сожалеть, что не предприняли надлежащих мер предосторожности. Кроме того, большинству женщин такая забота, наоборот, очень нравится. Даже если свидание прошло не слишком удачно, вы поняли, что не пара друг к другу. Оба участника должны вежливо поблагодарить друг друга. Но обещать, что вы увидите снова, можно только в том случае, когда вы действительно искренне хотите продолжить общение. Помните, что истинно воспитанный человек никогда не обсуждает и с посторонними личность своего нового знакомого, и, конечно же, само свидание. Возможно, у героев на экране оно прошло не совсем удачно, лишь потому, что у кавалера в руках один небольшой цветочек. Ну, разве так можно обратить на себя внимание дамы? Наверное, куда больше шансов у мужчины вот с таким букетом роз. Кстати, почему именно букет и почему розы? Об этом мы с вами поговорим во второй части нашей программы, ибо кто не владеет языком цветов, тот потеряет много очков в глазах девушки, по крайней мере, в период первых встреч, которые ведь так и принято называть конфетно-букетным. Слово «букет» французского происхождения. В буквальном переводе оно означает «красиво собранная группа цветов». Индусы в древности считали, что цветы появились на свет не ради красоты и аромата, а ради того, чтобы одаривать ими любимых. И для этого они должны быть выращены в собственном саду, так как одаривать ближних цветами, выращенными другими людьми, и неэтично, и неэстетично. Очень мудрая и правильная мысль. Действительно, украсить землю цветами – это значит украсить ее любовью. Цветы облагораживают нашу жизнь, ласкают взор, одаривают людей радостью, смягчают нравы и приносят успокоение и отдых. В Древнем мире, в Греции, в Риме, да и у нас, на Руси, букетов не делали, а плели венки на голову или гирлянды для украшения жилищ. В Индии в настоящее время цветочные гирлянды надевают на шею почетному гостю. Как форма цветочного украшения букет появился в Европе в XIV-XV веках, а в Японии значительно раньше. Составители букетов в прошлом не знали правила принципов построения букета. Они не пытались делать аранжировку, а просто ставили цветы в вазу. Первые правила составления букетов четыре столетия назад появились во Франции. В этих правилах рекомендовалось отсекать венчики от стеблей, со всевозможными кружевцами накалывать их на проволоку и поливать благовонными маслами. Запрещалось также употреблять в букете желтые цветы, потому что они символизировали разлуку, измену или ненависть. В букетах цветы укладывали плотно один к другому. В середину подбирали головки одной окраски, а затем располагали кругами цветы других цветов. Такой букет обрамляли накрахмаленными кружевами или вставляли в фарфоровый футляр, имеющий форму тарелки с ручкой снизу. Из Франции искусство составления букетов перешло в Англию, но лишь в 1900 году цветоводы перестали отсекать у цветов стебли, отказались от накалывания венчиков на проволоку, отвергли кружевные ленты, заменив их естественными листьями и стеблями. В быт богатых людей прочно вошли пышные, многоцветные, красочные букеты в дорогих вазах. Постепенно сложился обычай дарить цветы. В XIX веке сформировались стили подарочных букетов Виктория, Помпадур, Бидер-Мейер. В них использовали контрастное сочетание ярких цветов и сочную зелень. В конце XIX и начале XX веков букеты становятся более спокойными и утонченными. Подарить цветы – это значит выразить человеку свои искренние чувства любви, почтения и уважения. Цветы помогают делать наши отношения более сердечными, а общение более непринужденным и доверительным. Сегодня уже трудно представить себе какое-либо событие в жизни без цветов. По разному поводу бывают семейные праздники. Это и день рождения, юбилей, новоселье, свадьба. И, как правило, на все эти торжества гости приходят с цветами. С цветами молодой человек идет на свидание, цветы – желанные гостью у постели больного. На фестивалях, концертах, в театре, в цирке артистам также преподносят цветы. Кому и какие цветы следует дарить согласно правилам этикета? Об этом прямо сейчас. Букет из незабудок или анютиных глазок считается в Англии свадебным букетом. В Европе предпочитают дарить молодоженам однотонные букеты или букеты из семи цветов. А вот в Египте жениху и невесте преподносят их целую корзину. Традиционным цветом свадьбы являются белые, хотя на белорусских свадьбах в части пятицветные и семицветные венки, олицетворяющие собой равенство всех цветов. В Японии мужским букетом считается букет гортензий, а женским букетом назначен букет азалий. Выбрать или составить букет для подарка несложно. Нужно лишь усвоить элементарные правила. Подбирая цветы для подарка, следует помнить, по какому поводу и кому они предназначены. Женщине, мужчине, ребенку, пожилому или молодому человеку. Близким людям, вкус которых вы хорошо знаете, лучше, конечно, дарить их любимые цветы. Для подарка мужчине больше подходят крупные цветы с длинными цветоносами. Розы, гвоздики, тюльпаны, лилии, гладиолусы, хризантемы, пионы. Желательно однотонные или в одной цветовой гамме. Пестрые букеты мужчинам дарить не рекомендуется. Молодым девушкам принято дарить еще не раскрывшиеся цветы и бутоны нежных пастельных оттенков. Наиболее универсален нежный и изящный букет, аранжированный зеленью, гипсофилой, аспарагусом, нефролеписом. Жене лучше дарить цветы, которые она любит, или такие, какие были в свадебном букете. Женщинам пожилого возраста больше подходят строгие букеты или цветущие горшечные растения. Цветы для пожилых дам должны быть раскрытые, не бутоны и, учитывая символику света, не красные. Кстати, о символике цвета. Цветовую символику цветочного подарка необходимо помнить постоянно. Красные цветы – выражение любви. Их дарят близким, юбилярам, артистам. Розовые и белые – символ чистоты, нежности, обычно дарят молодым девушкам. Оранжевые, оранжево-желтые цветы теплого солнечного цвета подойдут для каждого. Цветы холодного цвета, синие и фиолетовые, дарить совсем не рекомендуется. Но правда цветы более светлого оттенка – светло-сиреневые, светло-голубые, оранжированные зеленью мелкими цветами – очень нежны и изящны. Их можно дарить и друзьям, и артистам. Хорошо, если люди будут дарить друг другу цветы не только по случаю торжества, но и без всякого повода. Один цветок – розы, гвоздики, небольшой букетик весенних полевых цветов или садовых однолетников вполне подойдет, если без приглашения навещают близких друзей или родных. На званых семейных торжествах по случаю важного события такой букет, правда, будет неуместным, но все же. В случаях торжеств понадобятся более крупные дорогие цветы – розы, тюльпаны, гвоздики, лилии, герберы, орхидеи, гладиолусы, хризантемы, как правило, одной окраски – красные, розовые, золотистые. Цветов должно быть нечетное количество, а главное – не мало, не меньше трех, и немного, не больше девяти. Все более популярными становятся цветочные композиции. Трудно сравнивать стандартный купленный букет из дорогих цветов и композицию, в которой, используя неповторимую красоту даже скромных цветов, их символику, динамику, автор выразил свою любовь, теплоту, нежность, а иногда и какую-то скрытую идею. Это и не мудрено, ведь, как мы уже поняли, цветы говорят. Так о чем же говорят они, наши замечательные друзья-цветы? Важно соблюдать цветочный этикет. Например, если вы идете в гости, какой букет и как преподносить? Прежде чем войти в квартиру, принято снять бумагу с цветов или открыть их наполовину. Ну, можно оставить букеты в целлофане, все допустимо. Если женщина сопровождает мужчину, он передает цветы хозяйке после того, когда женщины поприветствуют друг друга. Когда юбилеар мужчина, цветы вручают его жене. Женщина дарит мужчине цветы при его чествовании в связи с большой датой или при значительной разнице в возрасте. Если при посещении дома надо поздравить цветами молодую девушку, то дарят матери девушке такой же ценный букет, как и дочери. Во время вручения цветов букет надо держать стеблями вниз, цветками кверху. Получив в подарок цветы, хозяйка дома должна тут же их поставить в вазу на видное место. Букеты артистам должны быть изящны и состоять из ценных однотонных цветов, например, белой сирени, гвоздик, гербер, гладиолусов, крупноцветных хризантем, собранных в круглые или односторонние букеты с зеленью и лентами. Кроме букетов подносят в подарок также и корзины с цветами. Отдельная тема букет по поводу рождения ребенка. Счастливой матери дарят букет из ее любимых или из самых красивых и дорогих цветов. Цветы матери новорожденного преподносит отец. Вручают матери и небольшой букетик для новорожденного в голубых тонах, если родился мальчик, и в розовых, если девочка. Если родились двойняшки, то дарят два букетика. Ну и, конечно, букет для невесты. Во всех странах мира невесту украшают цветами. Она держит букет цветов в руках, цветы украшают ее голову. Традиционными для невесты являются розовые и белые розы, лилии, розовые гвоздики, тюльпаны, ландыши, фрейзи, герберы светлых оттенков. Дополнением к букетам служат зелень аспарагусов, лента и тюль. Но каждый букет собирают индивидуально. Он должен быть небольшим и соответствовать внешнему виду невесты, цвету ее наряда. Цветы должны быть полураспустившимися. Зимой в букет можно включать белые искусственные цветочки, такие же, как и венки невесты, а также цветущие ветки сливы, яблони и жасмина. Букет перевязывают лентами. Очень популярны изящные букеты из некрупных цветов, оформленные в корзиночке с длинной ручкой. Цветок в прическе или же на платье, такой же, как и в букете. Замечателен, он дополнит наряд невесты. Это дополнение поможет создать гармонию между нарядом и, собственно, букетом. Жениху в петлицу вставляют небольшой букетик-бутоньерку из таких же цветов, какие использованы в букете или венке невесты. Букеты молодым подносят гости. Желательно, чтобы букеты были двухцветными, например, красно-белыми, бело-розовыми. Можно дарить букеты однотонные, теплых тонов. Композиции поздравлений из цветов особенно приятны и памятны. Итак, конфетно-букетный период прошел. Свадьба сыграна, цветы подарены, счастливые подружки устроили борьбу за букет невесты. Теперь настала пора поговорить о том, а что же после. Этому будет посвящена вся наша следующая передача. И это семейный этикет. Желаю вам романтики и красоты в вашей жизни. И чтобы каждый, независимо от того, насколько от него сейчас далек конфетно-букетный период, сегодня обязательно преподнес красивый букет своей прекрасной половине. Всего вам доброго!